Всем здарова, товарищи пилоты, а также не только, с вами снова Хантрес, сегодня на вашем шкале будет, как обычно, War Thunder, и в этом ролике мы с вами перетрем за довольно ультимативный, во многом вертолет под названием К-52. Второе, данная машина настолько ультимативна, насколько это вообще возможно, и такая, знаете, из области типа сам танцую, сам пою, сам билеты продаю, и в принципе, ну это самодостаточно, как я сказал, боевая единица, ей не нужен, в принципе, никто в команде, главное, чтобы союзники просто не послевались. До того момента, как эта машина, скажем так, не окажет какого-то серьезного влияния на бой, она эффективно может поражать, как и любые ЗРК, любую наземную технику, так и, в принципе, любую летку противника, не важно, что это вертолеты, либо даже какие-нибудь самые на текущий момент современные самолеты у нас в игре реактивные, в принципе, ей, как и сказал, абсолютно все равно. И у нас ракет в Вихере позволяет вам эффективно работать по абсолютно любым целям, автоматика сейчас доведена просто до какого-то предела и совершенства, я даже так сказал, и вы просто нажали одну кнопку, за очередь цель, нажали вторую кнопку пуска этой ракеты, и, в общем-то, на дистанции 8,5 километров вы получите, скорее всего, фраг. Радио взрыватель просто сделает свое дело, ракеты обладают хорошим уроном по воздуху, и, в принципе, отвертеться от нее достаточно проблематично, если даже это какой-то, знаете, юркий там, маневренный истребитель достаточно быстрый и уворачиваться будет от Вихри, у вас всегда для него есть какая-нибудь там игла, у вас есть, как же, целых 4 штуки. Кстати, ракеты достаточно эффективны против воздушных средств, очень, скажем так, хорошо работают даже на упреждение, и так как у нас, кстати, еще в игре относительно недавно убрали фичу на оповещение о пуске, о том, что у вас летит ракета, то есть они стали еще эффективнее, чем были раньше, плюс даже если, кстати, ребят, цель пролетела мимо всех ваших вихрей и игл в том числе, так как вы залучили цель, у вас там с баллистическим вычислителем работает эффективно 30-ка, вам нужно просто сделать так, поставить вертолет, чтобы она эффективно могла поражать ваших противников, опять же, воздушных, то есть от вас каких-то действий там не требуется, вы залучили цель, вы зажали кнопку мыши, ну и просто с трейфом куда-нибудь там влево или вправо уходите, ну и по горизонтали, по вертикали смещаете, и у противника очень мало шансов по вам попасть, а у вас, ну, практически гарантированный шанс его сбить, вот, 30-ка обладает по любым воздушным и наземным, кстати, техникам, тоже превосходным уроном, и не знаю, как по мне, это даже какая-то читерская фича, то есть, мне кажется, что это вводить все-таки на самом деле не стоило, потому что у самолетов, ну, практически нет никаких шансов, даже если он в упор к вам, грубо говоря, подобрался, вероятность того, что он не отлетит от этой 30-ки, как говорится, крайне мала. Ну и на ваших экранах сейчас будут действия вихрей по наземке, если это какие-то просто РЛСные зенитки, ну, я имею в виду пушечные, да, у них шансов вообще никаких нет против вас, если вы там держитесь на дистанции там свыше 4-х километров, ну, банально попасть по вам не самая какая-то тривиальная задача. Ну, что касается ЗРК, конечно, лучше держаться подальше, если вы просто знаете, что они есть, примерно где-то 6-х километров, и, в принципе, вы можете вполне мансить их ракеты. Кстати, еще появилась у нас недавний пор такая очень любопытная фича в игре, мне даже кажется опять, что это какой-то легальный чит, ну, вот, предположим, что против вас какой-нибудь ЗРК французский или немецкий этот флагпанзер, или как он там называется, можете поправить мне в комментариях. У вас 12 вихрей, а у него всего лишь 2 ракеты до перезарядки. Так вот, ребята, вихри сбивают сейчас ракеты вражеских ЗРК, и, знаете, пользуйтесь, то есть, вы одновременно, допустим, осуществляете пуск ракеты и ЗРК, по вам, да, вы просто можете этим вихрем сбить вражескую ракету, сделать так 2 раза подряд, в конечном счете, зенитка уходит на перезарядку, и вы третьей ракетой его добиваете просто без шансов, если у него нет каких-то рядом укрытий, и это, конечно же, ну, как я сказал, такой вот легальный чит называйте, так как хотите. Хотя, если какая-нибудь там, не знаю, если вы в Солянку попали Тунгуска, или Вражеский Адац, или какой-нибудь Штормер, то, конечно, у вас, скорее всего, будут проблемы. Кстати, Штормер, ребята, самая опасная зенитка для вас, потому что, я не знаю, бак это лифича у вас не срабатывает на Старстрике оповещения от БКО о том, что вам происходит пуск, то, срочнее, по вам ракеты, и это, кстати, достаточно неприятно. Я не знаю, что это бак это лифича, напишите, если вы знаете в комментарии, что это такое. Значит, еще, кстати, очень приятный момент, то, что вы всегда можете доводить ракету с помощью еще одного нажатия кнопочки F, и выцеливать, да, какие-то уязвимые места, и там, центр боевого отделения в вражеских танках, ну, дабы еще эффективнее, соответственно, и свихри убивать на земку. Плюс ко всему, ребята, у вертолета есть радар по воздушным целям, нажимает Y и 1.4 для того, чтобы именно на летку у нас строить, он, конечно, не в 360, как у какого-нибудь Apache, но, как по мне, он даже гораздо приятнее работает и лучше, то есть у него вот этот вот T-Crate обновление, да, по целям гораздо быстрее, чем у Apache, и, скажем так, вы более своевременно можете обнаружить какую-то лютную цель. Единственное, что, как я сказал, он именно такой секторный, и это нужно просто принимать во внимание и про это не забывать. Кстати, вот на ваших экранах там будут моменты пуска ракет по Абрамсу, ну, это, как говорится, чтобы не все коту Масленица, бывает такое, ребята, что урона просто с вихрей по наземке тупо нету. И вот это, кстати, иногда очень сильно мрачает, но, тем не менее, ребят, если бы еще всегда эти вихри ваншотили, наземка, конечно, очень сильно бы страдала, и танкисты выли просто от этого вертолета, ну, невероятно. Я могу так сказать, что это и так достаточно имбовый вертолет, да, он отлично летает, у него хороший ЛТХ, у него скорость там выше 300, местами даже бывает у него какая-то выживаемость, дальность поражения там на 8,5 километров, куча всяких прибамбасов, иглы, ЛТЦ, БКО, ну, я не знаю, это лучшее, на самом деле, наверное, то, что сейчас из вертолетов есть в игре. И если бы он еще, наверное, все ваншотил, это был бы, ну, прям совсем как-то откровенный имбовый. Короче, ребят, нужно как-то подрезумировать, как я сказал, вертолет очень хорош, достойный того, чтобы его прокачать, того, чтобы его попробовать, займить, искать все в ангаре. Пишите, как вам, как 52-й, с вами, как всегда, был Хантрес, не забудьте автора поддержать вашим царским лайком, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok